Ежегодно 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта памятная дата установлена с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В Нинецком округе в этот день писали тест по истории Великой Отечественной войны. Подробности в материале Ольги Русул. Международная акция «Тест по истории Отечества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией». Игорь Ибраев на вопросы теста отвечает впервые. На прохождение всех заданий, а в нем 30 вопросов, организаторы выделяют полчаса. Сложно, но справиться можно. Это очень полезное предприятие, проверить себя на знание истории. Хотя более такое серьезное событие было в Великой Отечественной войне. Поэтому принимайте все участие, проверяйте себя и знайте историю. Организатором акции в Нинецком округе выступает общественная молодежная палата при собрании депутатов. Жители региона отвечают на вопросы теста очно на нескольких площадках и в формате онлайн. Участие в проекте приняли также жители пяти населенных пунктов округа. Данная акция направлена на историческое просвещение молодежи, на сохранение и поддержание исторического наследия и знание тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Всего в Нинецком округе «Тест по истории Великой Отечественной войны» написали более двух тысяч человек. Все участники получат специальные сертификаты. Данная акция, опять же, проводится для поддержания и совершенствования культурно-исторического наследия. То есть она носит такой добровольный характер, поэтому тут просто желание и дело каждого принято в честь. Напомню, в Нинецком округе проведение акции приурочили ко дню памяти неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года во знаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе на выезде в город Зеленоград и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. С 2014 года памятная дата приобрела статус официальной.